Добрый вечер, 21.04 в Москве, в эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И, как всегда, в понедельник «Археология Форбс» мой соведущий сегодня Эльмар Муртазаев, замглавного редактора журнала «Форбс». Здравствуйте. Минус 10 и метель. Знаете, зима как будто как в том самом преснопамятном 1913 году, пиковом году той старой России, того российского капитализма, с которым потом мерился весь 20 век Советский Союз. И вот к вопросу о том, что в России, собственно, немного-то меняется, как вот зима не изменилась практически с 1913 года, да, как будто саночки скрипят, и Иван Бунин там где-то в ресторане «Прага» заседает. Тоже вот к вопросу о том, как, вернее, изменились скорее вещи, я не могу не поделиться. Удивительный, совершенно смешной был твит пользователя Алекс Савуров в твиттере «Вчера ночью», который, я думаю, многие видели в Фейсбуке, как говорит «Грустно, что сто лет назад в России были Мамонтов, Соловьев, Толстой и Леонтьев». А сегодня у нас опять Мамонтов, Соловьев, Толстой и Леонтьев. К вопросу о том, чем нас кормит российское телевидение. Ну вот, к вопросу еще о том, что в России мало что меняется. Как никогда актуален классик наш Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. В том числе ему приписываются, ну, он цитировал, но часто употреблял такие слова, как «В России строгость закона смягчается необязательностью его исполнения». И вот об этом-то мы и хотели сегодня поговорить. О строгости закона. Дура лекс. Закон строг. Эффективны ли те строгие законы, те совершенно огромные штрафы, которые были введены в течение последнего года Государственной Думой вот в этом вот законотворческом раже, который охватил в 2012 году. И, собственно, насколько вообще правовая система государства может поддерживаться вот этими вот строгими законами, строгими штрафами. Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем. Это заведующий лабораторией прикладного анализа Института социального капитала Высшей школы экономики Леонид Полищук. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот если оглянуться на весь тот огромный набор законов, который был принят в 2012 году, начиная с закона о митингах, закона о клевете, закона о госизмене, закона о пропаганде гомосексуализма и так далее, и кончая даже парковками. Вы видите здесь какую-то систему, что вот такое вот пошло по всем фронтам ужесточения всей нашей правовой системы? Вероятно, да. И главным образом речь идет о том, чтобы при помощи ужесточения санкций добиться большего соблюдения закона. Речь идет не только о новых законах, в том числе и в политической области, но и о старых законах, которые имеют свою цель в борьбу с коррупцией, нарушение правил дорожного движения и массу других более-менее стандартных правонарушений. Насколько я понимаю, мотивы ведь в том числе разные, да, с одной стороны, государство подразумевает, что если ужесточаете законы, что если повысить цену их невыполнения, то повысить цену их невыполнения, это приведет к улучшению исполнения закона. Люди будут бояться и не нарушать правила. Насколько эта логика действует, на ваш взгляд? Ну, эта логика действует очень слабо. И это подтверждается, во-первых, эмпирическими данными в криминологии. Среди тех, кто изучает борьбу с преступностью, с противоправными действиями, существует, по-видимому, почти консенсус относительно того, что ужесточение наказаний не оказывает заметного влияния на масштабы деятельности, с которыми эти наказания должны бороться. Но это не только логика, это не только, простите, эмпирика здесь, и достаточно простая логика, которую я мог бы, если можно, проиллюстрировать в очень простом примере. Если вы хотите предотвратить какой-то вид противоправной деятельности, то человек, который пойман за этой деятельностью, на него налагаются определенные санкции. И сила борьбы с преступностью в данном случае зависит от того, во-первых, насколько велики санкции, во-вторых, насколько систематически неотвратимы их применения. Ну да, неотвратимость наказания. Так вот, главный вопрос, который мы хотим понять, который мы хотим решить здесь, поскольку с неотвратимостью наказания, как мы все понимаем, у нас очень плохо. Может быть, это можно компенсировать величиной санкции? То есть, грубо говоря, если человек будет рисковать вождением, сколько сейчас, Эльмара, за пьяное вождение? Что-то там какие-то, там, 100 тысяч? Ты сейчас прав, насколько я понимаю. Второе, штраф, по-моему, 30 мротов. Ну да. То есть, одно дело, ты там, у тебя на кону стоит, там, 50 тысяч рублей, на другое дело, у тебя на кону стоит миллион рублей. Вот. И то, и то маловероятно, что тебя поймают, но если все-таки поймают, это гораздо более высокая санкция. Может быть, это имеет свою логику, свою эффективность? Две вещи надо иметь в виду. Во-первых, вероятность, которая вас поймает, и, во-вторых, вероятность того, что если вы пойман, вы сможете откупиться от наказания при помощи взятки. Речь идет не только о гарантиях, вероятность того, что человека, как вы сказали, поймают, но и от того, до какой степени, коррумпирована или не коррумпирована правоохранительная система. На первый взгляд, кажется, что неотвратимость наказания и его тяжесть, они до некоторой степени заменяют друг друга. Если у вас есть некоторые проблемы с неотвратимостью наказания, то их можно компенсировать ужесточением наказания. На самом деле, это иллюзия. И это проще всего понять на простом примере. Позвольте себе привести несколько чисел. Представьте себе, что проезд на поезде, билет стоит, скажем, 400 рублей. Человек, который едет без билета, штрафует в размере 1000 рублей. Представим себе, что штрафуют каждого четвертого зайца. Тогда оценка штрафа с учетом вероятности 25% равна 250 рублей. Это меньше, чем стоимость билета. Это значит, что если человек систематически будет ездить без билета и платить штраф, когда его поймают, он сэкономит деньги. Таким образом, система не работает. Если вы хотите ее заставить, сделать так, чтобы она работала, для этого есть две возможности. Первый, удвоить вероятность того, что человек поймает. Для этого надо удвоить число контролеров, например. И тогда ожидаемый штраф будет уже не 250 рублей, а 500 рублей больше, чем стоимость билета. И люди будут покупать билеты. Вторая возможность состоит в том, чтобы удвоить величину штрафа при прежней вероятности, сделать ее 2000 рублей. И тогда ожидаемый штраф, казалось бы, тоже будет 500 рублей. И значит, задача решена. Но представим себе, что на контролера можно подкупить в размере 1500 рублей. Это рыночная цена контролера на данной линии. Пока штраф был 1000 рублей, люди не платили взятки. Система не работала, но, по крайней мере, не было коррупции. Когда штраф станет 2000 рублей, люди будут откупаться. И система не будет работать, потому что 1500 штраф, фактически штраф, размер взятки, недостаточно, чтобы предотвратить безбилетный проезд. Вы получите в том же масштабе нарушение закона плюс рост коррупции. И это означает, что если правоприменительная система слабая, коррумпированная, подверженная влиянию, то в этом случае существуют естественные лимиты роста санкций. И если вы превышаете этот лимит, цену правосудия в данной стране, в данном обществе, то это питает коррупцию и не имеет никаких последствий для борьбы с тем правонарушением, которое вы хотите искорить. Ну, то есть здесь, конечно, российская логика, скорее, вот второе, то, что у нас пытаются ввести более высокие штрафы и этим как бы откупиться от неэффективного государства. Супер, я думаю, так оно и есть. Полагаю, что очень правильно сформулировали представление властей о том, как следует бороться с коррупцией. Здесь налицо некоторое признание того, что правоприменительная система неэффективна и попытка скомпенсировать эту неэффективность ужесточением санкций. Но заметьте, если выбирать между двумя этими опциями, которых я сказал, первую удвоить величину наказания, вторую удвоить его неотвратимость, то первое стоит денег. А для того, чтобы поставить на линию вдвое больше контролёра... Неотвратимость, скорее, стоит денег. Тем не стоит денег. Помимо прочего, да, может быть, да, это ровно то, что я хотел сказать. А тогда как ужесточение санкций кажется бесплатным. Если так, то создается иллюзия, что повышение санкций это эффективный способ борьбы с преступностью, потому что он требует небольших затрат и, кажется, достигает того же результата. Тогда у меня возникает вопрос. С точки зрения общества, если неотвратимость наказания, цена неотвратимости наказания столь высока, что надо выводить на линию ни одного контролёра, а двоих, то есть в два раза возрастают расходы на исполнение наказания, стоит ли повышать эту самую стоимость? Ведь, насколько я понимаю, повышение расходов это повышение расходов государства в данном случае, да, это увеличение роли государства в нашей российской экономике. Во-первых. Во-вторых, это увеличение числа, не прямые последствия, увеличение числа людей, которые зависят от государства и исполняют карательные, надирательные функции. При том, что если мы взглянем на численность нашего милицейского аппарата, силового аппарата, если мы посмотрим на численность всех органов, связанных с контролем и наблюдением за исполнением наказания, это очень большие числа, это много людей. Нет ли здесь, не заложены ли здесь очень опасной логики, что фактически предлагается либо, да, то есть по сути предлагается либо опять усиливать роль государства виртуальную, да, с помощью роста стоимости штрафа, либо увеличить просто его реальное присутствие в нашей жизни. Роль государства можно повышать количественно и качественно. Количественное повышение это увеличение численности правоохранительных и репрессивных органов, а качественное повышение это повышение эффективности государства, эффективности бюрократии, некоррумпированности, прозрачности работы государственных органов и тому подобное. На самом деле во многих странах люди озабочены, правительство озабочены экономией бюджетных средств. С этой точки зрения они стараются избегать решений, которые приводят к росту затрат, например, на правоохранительную деятельность. Если того же результата можно добиться меньшими средствами, то это, конечно, очень привлекательная опция для подотчетного правительства, которое должно объяснить налогоплательщикам, как и на что тратятся их деньги. Но я думаю, что в России это едва ли главный мотив, потому что финансирование правоохранительных органов в России это совершенно очевидно бюджетный приоритет. Денег там тратится много и дело, вероятно, не в деньгах. Думаю, дело в том, что действительно власти осознают ненадежность полицейского аппарата и поэтому пытаются, прочитав этот афоризм, скажем, Салтыкова Щедрина наоборот, сознавая непоследовательность и вялость применения права в России, скомпенсировать это ужесточением закона, ужесточением санкций. Да. Вы знаете, вот чтобы нам немножко сейчас так спуститься с наших теоретических политэкономических материй на землю, давайте вот попробуем посмотреть в реальности, собственно. Вы знаете, потому что вот мы пугаем, пугаем друг друга всех. Вот уже практически год, как, ну не год, почти год, как действует больше полугода, уже семь месяцев действуют штрафы, например, новые. Вот как вы, наши слушатели, дорогие, считаете, позвоните нам по телефону 65 10 99 и 6. Ужесточение штрафов, оно улучшило дорожную ситуацию, оно скорректировало ваше повезение на дорогах, вот в частности касательно парковок. Сколько, я помню, дискуссий было всю прошлую весну, все прошлое лето, вот сейчас начнутся драконовские парковки, всех нас сейчас будут оттаскивать, но вот уже мы в январе, окончается январь 2013 года. Так что скажите нам, ужесточение штрафов и ужесточение штрафов за парковку, за дорожные нарушения, оно каким-то образом повлияло на дорожную ситуацию? Можно ли в России бороться с ужесточением штрафов? 65 10 99 и 6. Ну, а я пока нашего гостя еще спрошу, напомню, что это Леонид Иосифович Полищук, заведующий лабораторией прикладного анализа Института социального капитала Высшей школы экономики. Может быть вообще во многих из этих законов заложена изначально коррупционная составляющая? Я не думаю, что законы принимаются потому, что кто-то намерен поживиться на их применении, хотя предел конспирологической фантазии нет. Просто в ситуации, когда само государство недостаточно подотчетно, когда поражено коррупцией, практически любой закон становится источником коррупции, в особенности закон, который предусматривает применение санкций. И с этой точки зрения характерно, что эффективная борьба с коррупцией, как правило, достигается не тем, что за нее повышается наказание, а как раз тем, что повышается предсказуемость, эффективность, надежность государственных органов в этом отношении. Международная статистика не оставляет никаких сомнений. Может быть, еще один пример, еще одна иллюстрация, которая показывает, что главное не деньги, а предсказуемость, эффективность, прозрачность. Если мы посмотрим, на чего зависит размер теневой экономики в разных странах мира, на счет есть исчерпывающая статистика, часто говорят, что люди уходят в тень, спасаясь от высоких налогов. Если бы это было единственный или даже главный фактор, то мы бы обнаружили отчетливо отрицательную зависимость между ставками налогов и размером теневой экономики, положительную, разумеется. На самом деле такой зависимости нет. Налоги не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на размер теневой экономики, а вот коррупция на нее оказывает очень сильный размер, качество государства, эффективность администрирования и все прочее. Вот это главный фактор. Ну вот о качестве государства мы еще поговорим, а пока что давайте послушаем наши звонки. В какой степени высокие штрафы определяют эффективно работают в России? Вот на примере дорожной ситуации. Валерий, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я считаю, что нисколько не влияет, а просто происходит озлобление, которое в ближайшее время будет приводить просто к акции массового гражданского неповиновения. И все это происходит вот от самых верхних слоев нашей бюрократии. Вот примером тому является бывший президент Медведев и соответственно вот подхватила его флаг и Государственная Дума, и другие чиновники. У них основная сейчас идеология в том, что народ распущен, народ распустился, надо вот им тут подтянуть, надо им определить, когда им пить, до скольки им покупать сигареты, до скольки им покупать сигареты, до скольки им покупать спиртные напитки, и как им его ставить, и так далее. И по полной программе, как вы говорили не раз уже, что в общем-то дома пошла в разнос. И вместо того, чтобы принимать действительно необходимые какие-то обществу и стране законы, они только отчитываются, что вот мы сделали тут, тут мы уже сточили, тут мы запретили, тут мы запретили. И получается, у нас, когда вот эта ситуация напоминает 80-е годы, кругом одни запреты, и все, чем это кончилось, мы все знаем. И думаю, нам недолго осталось вот эти критические сучки. Понятно. Понятно. Она совершенно оторвалась от жизни, она не живет жизнью страны. Ей кажется, что вот она делает правильно. Сама себя, друг друга они в этом убеждают. Ясно, спасибо, спасибо, Валерий. Но мы еще, поговорим после перерыва о том, собственно, откуда растут ноги у этих всех законов, действительно, какой менталитет стоит за вот этим вот тотальным ужесточением. А пока что вот ваше мнение, насколько эффективны, высокие, порой, драконовские штрафы. Александр. Добрый вечер. Вы знаете, я лично считаю, что вообще неэффективны, потому что чем больше штраф, ну, вы правильно говорили, чем больше штраф, тем действительно, ну, лучше как-то вот, у нас действительно менталитет такой, что лучше вот где-то вильнуть, да, и, соответственно, ну, а вдруг прокатит, как говорится, да, то есть, а вдруг не поймают. Да. Вот. Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что это абсолютно неэффективно, потому что нету, так сказать, вот, ну, опять же, вы говорили с проблемой парковок, да, вот, допустим, проблема парковок вот сейчас, вот я сейчас сижу в машине, вот я подъехал к магазину, все засыпано снегом настолько, что, ну, просто вот, ну, что мне, вот оставлять машину на дороге? Нет, я вот заехал, ну, аккуратненько заехал на тротуар, как бы, никому не мешаю. Ну, нужно, то есть, ну, надо как-то что-то делать с этим. Ну, сейчас вообще экстремальная, практически, ситуация по парковкам, потому что, да, дорожное пространство, оно, по-моему, вдвое сократилось сейчас. Вот. Ну, понятно, да, ясно ваше мнение, что неэффективно. Эльмер. Я бы хотел только отметить вот какую вещь. Когда мы говорим о той или иной политике ужесточения, там, штрафов, политики государства и так далее, я бы просил наших слушателей и нас обращать внимание, что во всем этом часто хаотичном порядке ужесточения, да, часто есть некая логика. И она всегда, не всегда неправильная, на мой взгляд. Потому что, к примеру, если мы говорим о ужесточении наказания, и вот наш слушатель сказал о ограничении на продаж спиртного, так далее, увеличение штрафов за вождение в нетрезвом виде и прочее, прочее, в этом тоже есть своя формальная логика государства. Логика государства, судясь к следующему, у нас очень высокая смертность. Мы страна с маленьким, с очень низким сроком жизни, да, сравнительно. И все эксперты, которые развиваются этой проблемой, говорят, что одни из самых простых способов уменьшить смертность, просто-напросто сделать так, чтобы мы дольше жили, мы россияне, это, первое, сократить количество смертей за рулем, смертность на дорогах, второе, сократить смертность от потребления алкоголя и прочее, прочее, прочее. Я хотел в ровно в этом, в этой связи спросить, Олег Иванович, скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, политика, когда ужесточение, ужесточение штрафов и так далее, направлено на то, чтобы сделать нашу жизнь безопасной, она оправдана? Ну, в общем, до некоторой степени да, вне всякого сомнения, я должен сказать, что режим продажи спиртного в России до некоторого, до недавнего времени был, одними из самых либеральных в развитом мире и в других странах, в странах Европы, США, в Канаде, гораздо более жесткие ограничения в том, что касается продажи спиртного, и в этом смысле Россия приближается к мировым стандартам, я не вижу в этом ничего дурного, точно так же попытки сократить смертность на дорогах, что путем повышения дистанции, плена вождения автомобиля, тоже, вероятно, правильные попытки, другое дело, как мы уже говорили, здесь такой степени, этого можно добиться просто повышением штрафов в условиях, когда дорожно-патрульная служба остается ненадежной, коррумпированной, когда она не приезжает на место происшествия и так далее. Люди действительно очень часто вынуждены нарушать правила, и ваш слушатель Александр об этом сказал совершенно верно, и боюсь, что власти недостаточно делать для того, чтобы дать возможность беспрепятственно ездить по дорогам, хорошо парковаться, и в этом смысле это все подталкивает к нарушению правил. Если вы хотите, скажем, улучшить положение на дорогах, то помимо более жесткого контроля надо повышать качество дорожного планирования. Мы не раз с вами были свидетелями пробок, которые заброшены, выглядят совершенно безнадежно, как один полицейский мог бы эту пробку разрулить два счета, его нет, нигде его рядом не видно. Так что мы видим здесь, по-видимому, это улица с двусторонним движением, и на ней преобладает, к сожалению, движение только в одну сторону. Это, безусловно, очень прискорбный дисбаланс. Ну да. Ну вот, действительно, вы знаете, такой более широкий вопрос, а насколько вообще в условиях такого, не знаю, общественной атомизации, аномии, распада каких-то общих конвенций, норм, даже на фоне вот того, что у нас было в Советском Союзе, может быть, действительно, нашему обществу нужны такие большие штрафы, вот в частности, сейчас там, я не знаю, то, что идет относительно мата в СМИ, относительно, не знаю, контента, средств массовой информации, ведь большое количество людей поддерживает все это, судя по статистике. Вот давайте еще раз спросим наших слушателей, насколько вы считаете, России нужны вот эти вот большие жесткие штрафы? Ольга Павловна. Добрый вечер. Добрый вечер. К сожалению, все эффективные инициативы действуют абсолютно наоборот. И мое личное мнение, я так думаю, что оно не только мое личное, состоит в следующем. Этому правилу или закону, или я даже не знаю, как теперь это называется, тренд, будут рады, и радуются сейчас совершенно очевидно, работники ГАИ. У них резко улучшится благосостояние. Понятно, да, увеличение коррупционной составляющей. Пропорционально размеру штрафа. Совершенно любыми словами, но, к сожалению, то, что называлось аттестацией, ну, это то же самое, что приобретено где-то за углом диплом. Понятно. Их качество не меняется. А что касается вообще общего состояния наших законов, ну, к сожалению, со временем будет ее столео не столько и всего. Понятно. Спасибо. Спасибо. Я тоже хотел бы обращать внимание очень точное, точное замечание Ольги Павловны. Вы знаете, усилия государства справедливые, на мой взгляд, во многих вещах правильные усилия государства по обеспечению безопасности проживания в стране. Дискредитируется простой вещью, что очень часто всегда есть какая-то социально-экономическая государственная лоббистская группа, которая заинтересована, прямо, коммерческая заинтересована в принятии этого закона, потому что она получает с этого ренту, вот эту самую коррупционную ренту. И у меня, соответственно, вопрос к нашему эксперту сегодняшнему. Скажите, Леонид Иванович, а вот насколько, на ваш взгляд, возможно, в принципе, избежать, как возможно ли построить государственную систему, при которой, насколько есть ли соответствующий опыт за рубежом, когда нет получателя этой самой прямой выгоды. Вот, когда мы говорим про увеличисточение штрафов, что сделать так, чтобы ГАИ, с одной стороны, была заинтересована в выполнении этого закона, а с другой стороны, тут же это же понятно, тут же подтекст еще какой, получая штрафы, мы привлекаем ГАИшников к тому, чтобы они радостно это делали, чтобы они были сами заинтересованы в выполнении закона. Что сделать для того, чтобы ГАИшники сами были заинтересованы в выполнении, да, материально заинтересованы, не знаю как. Но при этом это не било и не увеличило коррупцию в обществе. Ну, универсального рецепта либо нет, либо он очень прост. И если это так, то он состоит в том, что нужно повышать демократическую подотчетность власти. Если власть подотчетна, то полицейскому ведомству придется рано или поздно отчитываться перед избирателями за то, как она ведет свою работу. Если люди видят, что полицейские не помогают в преодолении аварий, а усугубляют дело или ограничиваются тем, что берут взятки, то полицейского начальства будут большие неприятности. Ну да. Ответ достаточно простой. Вы знаете, у нас еще пара звонков. Я хотел здесь нашим слушателям дать высказаться. Потом мы уйдем на перерыв и уже продолжим дискуссию после. Итак, в России необходимы ли драконовские штрафы? И эффективны ли высокие штрафы в России? Марат. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Вы знаете, я за то, чтобы штрафы в России были драконовские, потому что в нашей стране, к сожалению, по-другому нельзя. Ну вот такой пример, что с повышением штрафов за превышение скорости, ну лично я стал меньше нарушать. И я вижу в этом только позитивную роль, роль вот этих штрафов в том, чтобы люди меньше нарушаются. Ну такой пример еще есть за рубежом, когда мы идем по каким-нибудь азиатским странам, да, и наслаждаемся красотой и чистотой. Надо сразу вспомнить о том, что за выброшенный окурок какой-то баснословный штраф. Ну это Сингапур, да, только, так сказать, положим в Индии, в Индии положим не так, да. Так, а что изменится от того, что россиянин попадает в Сингапур? Ну да. А что стал лучше? Один давляет страх заплатить этот штраф. Другое дело, что вот наказание должно быть неизбежно в нашей стране. Да, неотвратимость очень, здесь вы главное, конечно. С этим надо, конечно, заниматься. И потом, если не ошибаюсь, есть такое замечательное выражение, какой бы ни был плохим закон, но он все-таки закон, и его надо соблюдать. Ну вот это да, дура, 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 лекс. За увеличение штрафов. И вот когда человек говорит, что я аккуратненько запарковался на тротуаре, я думаю, что через какое-нибудь время, допустим, в той же, ну, ближайшей, в состсоветской республике, например, Латвия, если бы этот человек, к нему минут через 10 подошел бы полицейский, я штрафовал бы его, ну, как минимум на 50 евро. Я думаю, что в следующий раз он аккуратненько никогда не станет на тротуаре. А будет скружить, кружить, как это мы наблюдаем в Барселоне. Допустим, да, мы кружим. Даже автобусы экскурсионные, для которых нет места, они кружат с тем, чтобы их не штрафовали. Поэтому я за повышение штрафа. Понятно, понятно. Сейчас мы уйдем на перерыв, но вопрос наш остается, насколько эффективно и насколько возможно в России повышение штрафов? Насколько это работает в нашем обществе? И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня говорим о штрафах, о драконовских законах, которые были, о драконовских штрафах, которые были приняты Государственной Думой в течение 12-го года и которые нам все сейчас надо исполнять. Но насколько они эффективны в России? Дурелекс, строг закон, тяжел закон. Но насколько он исполним в России? Насколько строгость наказания в России микшируется, компенсируется необязательностью его исполнения? 65, 10, 99,6. Говорим об этом в нашей студии прямого эфира. Насколько нам нужны жестокие штрафы? Алексей на линии. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Я считаю, что законы, вот такие драконовские штрафы и так далее, они только ожесточат народ против власти. Дело в том, что нужно сначала сделать, чтобы человеку было удобно, а потом с него требовать выполнения каких-то норм и правил. То есть, если одной рукой власть, ну не власть, допустим, чиновники, какие-то там мелкие бюрократы делают так, что вынуждают человека нарушать закон, а потом государство за эти нарушения, которые человек должен делать так, как ему удобно, не мешая при этом другим. Ну да, не мешая при этом другим. Слушай, никто же не вынуждает нас парковаться на тротуарах? Ну, а кто-то дал разрешение на строительство этого магазина, не предусмотрев парковки. Там есть конкретная подпись, есть конкретный человек. Острафуйте его. Почему я должен, имея магазин под боком, нарушать правила парковаться где-то, вот в данном случае, как человек на тротуаре? Дело в том, что мы живем на одной территории с уважаемыми законодателями, но в разных государствах. У нас территория одна, а государство разное. Они слабо представляют, как люди живут в провинции. Тот же алкоголь. Сделали, что до 9 часов торговли, до 9 вечера. Нереально попасть по пробкам в магазин и купить себе там в запас какой-то алкоголь. А в провинции отъезжать 150 километров от Москвы. Там никто в магазины за алкоголем не ходит. Там миллион точек этих в каждом подъезде, в котором торгуют спиртом, разведенным там самогонкой какой-то и так далее. Там вот у меня недавно в Терской области отец ездил на рыбалку там и так далее. Он говорит, я был единственный, кто перед Новым годом спиртное покупал в магазине. Да, и где-то, и где-то, и где-то регулятор. И что он может сделать. Да, интересно, Алексей, спасибо. Спасибо. Леонид Ильич, ну вот что вы скажете на такое возражение, Алексей, что прежде чем вводить такие жесткие штрафы, нужно подумать об обеспечении некой инфраструктуры, да, вот как-то того же самого парковки для магазина. Я с этим полностью согласен, и эта точка зрения согласуется с результатами наших исследований. Мы показываем, что пробки в городах – это результат не столько и не только недостаточно дисциплинированного поведения водителей, сколько это отражение пороков городского дорожного планирования, застройки, зонирования и всего остального. И это возвращает нас к простому тезису о том, что радикальное решение проблем, в том числе и дорожного движения, это все та же демократическая подотчетность, как и борьба с преступностью. Вы говорили о том, как эффективнее бороться, скажем, с уличной преступностью. Можно обратиться к опыту американских городов, где тоже довольно быстро осознали, что тяжестью, усугублением, тяжестью санкций проблему не решить, и преступность в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе была радикально сокращена за счет увеличения числа полицейских. Власти это поняли и должным образом отреагировали. А что касается того, что штрафы за дорожные правонарушения следует повысить, я, в общем, не имею против этого. Я ничего против этого не имею. В России штрафы, вероятно, действительно были недостаточно высокими. Разумное повышение этих штрафов вполне соответствует целям и задачам, но некоторое время назад шли разговоры о том, чтобы вывести их до 300 тысяч рублей, до 500 тысяч рублей. Вот эти вот безумные идеи, которые, к счастью, кажется, мало кто принял серьез. Мы, собственно, говорим скорее о них. В Северной Америке за проезд в нетрезвом состоянии предусмотрены штрафы в размере тысячи-двух тысяч долларов. Это серьезные деньги, но они по карману людьми. Они выполняют свою задачу, они заставляют водителя дважды подумать, прежде чем сесть за руль в пьяном виде. Ну да, да, здесь тоже, конечно, вопрос, насколько штрафы, о которых вы говорите, они со соразмерной доходом. Я бы к этому, пожалуй, еще добавил бы и то, что штраф тысячи долларов придется платить. Попытки откупиться от этого штрафа, предложив нью-йоркскому полицейскому взятку в 500 долларов, это очень неудачная идея. Дорого обойдется человеку. Это водораздел. Это касается, кстати говоря, и замечания Марата о том, что в некоторых странах, кстати, далеко не только в Сингапуре, все в той же Северной Америке, если вы сорите в парке, то вам грозят очень-очень большие штрафы. Оказалось бы, несоразмерные тяжести поступка, те же тысячи долларов, но опять-таки эти штрафы, во-первых, по карману, и, во-вторых, их наложение абсолютно неотвратимо. И, позвольте, продолжая некоторую виртуальную дискуссию с Маратом, я бы хотел добавить еще одну нужную вещь. У нас была возможность общаться с представителем ГАИ, который действительно отмечает то, что наказание за то, что частота нарушения скоростного режима в Москве уменьшилась. Но уменьшилась она не из-за того, что ужесточаются штрафы. Нет, она уменьшилась из-за того, что появились камеры. И что получение штрафа при нарушении скоростного режима, ну, в общем, вероятность сильно повысилась. Это привело к тому, что действительно люди стали ездить осторожнее. По крайней мере, там, где камера. Да, согласен. Здесь проблемы не столько. Я, честно говоря, даже не думаю, не сильно представляю, какой сейчас штраф за какие нарушения. Ну, так сказать, вот это вот несколько трехсотрублевых я получил. Но количество камер меня за последние полгода в Москве сделало гораздо более осторожным. Тут даже иногда просто едешь и смотришь, и третье кольцо и так далее. Есть камеры, нет камеры там. В этим, в навигаторе там пищит. Они забиты же в Google-картах, там, где эти камеры прожжены. В общем, стал гораздо аккуратнее ездить. Антон у нас на линии. 65, 10, 99,6. И хотим знать ваше мнение о том, насколько эффективны в России жесткие штрафы. Слушаем, Антон. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы вот высказаться в частности нарушения дорожно-транспортных происшествий и сказать о том, что мое мнение абсолютно точно, что повышение штрафов никаким образом не приведет к тому, чтобы количество нарушений уменьшилось. Абсолютно точно я считаю, что штрафы могли бы быть даже значительно меньше, но неотвратимость наказания, если бы наказания бы исполнялись в 100% случаях, что количество нарушений бы уменьшилось. Одной из важных норм, кстати, считаю то, что многие люди сейчас боятся нарушать правила дорожного движения ввиду того, что будет ограничен выезд в том случае, когда они пересекают границу и боятся того, что после видеофиксации их штрафы находятся у приставов. И тем самым они стараются не нарушать. И вот, на мой взгляд, ну, я не знаю, насколько эта идея воплотима в жизнь, но я считаю, что каждый водитель, который способен купить себе транспортные средства, может иметь возможность либо иметь кредитную карту, либо иметь какую-то дисконтную карту, на которой должен быть заблокирован депозит. И в том случае, если он совершает нарушение, и это нарушение фиксируется, здесь гаишник нам не нужен, в нашем случае полицейский, с его картой автоматически списывается размер штрафа. Ну, не знаю, да, Антон, я понимаю, ваш пафос, но, честно говоря, тут такой, я вижу, простор для злоупотреблений, если вот эти будут фиксированные депозиты и автоматические списания денег, а тут это водопроводные компании, боишься так деньги свои доверить, списывать или электрикам, а тут еще, так сказать, милиция, чтобы с тебя штрафы автоматом. Но вы правы, вот я согласен с вами в отношении загранпаспортов, действительно, такая очень сильная, как бы так, такая последняя санкция для тех, сколько, Эльмар, у нас, по-моему, 17 миллионов людей, да, которые имеют загранпаспорта и регулярно ездят за рубеж. Очень небольшие, в общем-то, цифры в России, вот, что-то около, там, 11% населения. Вот, но для них, социально активных людей, очень вот эта вот возможность даже не судебного пристава, которого можно послать через дверь, вот, а вот когда ты на границе, и тебя не выпускают, вот тут-то вот эти вот неоплаченные штрафики, они и аукнутся. Является фактором, да. Это фактор свободы. Это тот фактор свободы, жертвовать которой многие не хотят. Вот, кстати, да, вот в том смысле, вот очень интересно, как ограничивает Россию глобализация. То есть, с одной стороны, Дому борется с законом Магнитского, и как это так, да, и с Димой Яковлевым, и что это такое, и американские, так сказать, вне территориальное правоприменение, и что они в наши дела впутываются. А вот тут так вот глобализация вмешивается в наши дела, и если человек хочет путешествовать в глобальный мир, то будь добр исполнять российское законодательство. На границе об этом узнаешь. 65, 10, 99 и 6. Насколько эффективны в России драконовские штрафы? Константин на линии. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот я слушаю рассуждения экспертов, слушателей и так далее, но, скорее всего, наверное, неэффективны драконовские штрафы, потому что, если даже посмотреть вот на эти нововведения камеры, которые, да, у нас устанавливаются на дорогах, и фиксируют нарушение скоростного режима, то там же нет никаких драконовских штрафов. 300 рублей за превышение скорости. Ну, когда? Как покатаешь, 300, это если там в пределах 20 км в час, по-моему, да? И все начали соблюдать именно принцип неотвратимости наказания здесь действует. Ну, да, да. И вот эта резервная полоса тоже автобусная. Ну, резервная полоса автобусная, это на самом деле большой вопрос. Ну, по крайней мере, вопрос о законе о самом, да? Но о том, что люди соблюдают, и, так сказать, при виде камеры все послушно встраиваются обычаи в общий ряд, это факт. То есть, опять-таки, та же неотвратимость работает. Да, согласен, конечно. Понятно. Нету тоже, опять же, никаких драконов и штрафов. А насчет того, что у нас люди хотят либо не хотят соблюдать законы, ну, это, мне кажется, что здесь все очень просто. Если в семье ребенок видит, что отец бросает сигаретные окурки и высыпает степень из автомобиля на пол, а не в урну, он будет делать точно так же. Все мы, глядя на наших чиновников и властенущих людей, поступаем точно так же, как они, берем с них пример. Ну, да. Если они не соблюдают никаких правил, если им дозволено то, что не дозволено обычному человеку, да, почему, глядя на них, а почему? Ему можно, а мне нельзя. И я буду делать точно так же. Ну, да, здесь еще одно спасибо. Еще один фактор понимается. Да, не только неотвратимость наказания, но и обязательность этого закона для всех. Тоже к вопросу о драконовских штрафах. Вы знаете, вот я хочу сейчас нашему гостю, напомню, что это Леонид Иосифович Полищук, заведующий лабораторией прикладного анализа институтов и социального капитала Высшей школы экономики. Вот какой вопрос задать. Вы знаете, вот вы говорите неоднократно, демократическая подотчетность, прозрачность, и я абсолютно согласен здесь с вами. Но взять такой сопредельный пример. Все очень радуются тому, кто бывает, как чисто все и как соблюдаются законы в Белоруссии. Ведь каким-то образом в Белоруссии удалось наладить достаточно жесткую и прозрачную структуру правоприменения, не прибегая к вот этим вот механизмам прозрачности. Ну, я недостаточно хорошо, к сожалению, знаком с ситуацией в Белоруссии. Скорее догадываюсь о том, что там происходит. Но там действительно чистота, порядок и уличной преступности, очевидно, меньше, чем в России. Да. И, судя по всему, белорусская милиция, кажется, она называет все еще милицией, она достаточно эффективно исполняет свои функции и в этом смысле пользуется определенным доверием у общества и народа. Как это объяснить? Ну, не исключаю, что господин Лукашенко понимает важность всего перечисленного и достаточно жестко контролирует правоохранительные органы. Так что в этом смысле белорусам, быть может, повезло, несмотря на то, что режим там никак нельзя назвать демократическим. Там происходит некоторый размен повседневного комфорта и приемлемого жизненного уровня. Эффективное государство там. В каком-то смысле, да. В уличном смысле, безусловно. В том, что касается развития Белоруссии, государство, конечно, предельно неэффективно, потому что Белоруссия застряла на советском уровне, а могла бы быть рядом с Польшей. Но в том, что касается повседневной жизни людей, я полагаю, что государство в некотором смысле справляется с своими полномочиями. Если вы не против, я хотел бы совсем ненадолго вернуться к очень интересной теме, которая была затронута в этой дискуссии. Алексей, в частности, не говорил. И Ольга Павловна. Речь идет о том, что законодатели и общество живут в разных вселенных и принимают законы, которые люди воспринимают как совершенно себе чуждые. Опять-таки, это эмпирически установленный факт. Законы эффективны в том случае, если они в обществе востребованы, если они отражают какие-то ценности и предпочтения, которые в обществе сложились сами по себе. Тогда задача государства состоит просто в том, чтобы удовлетворить спрос обществу на такого рода законы. А если законы генерируются, как сейчас говорят, с бесившимся принтером, то шансы на эффективное исполнение этих законов совершенно невелики. И это касается не только политических законов, но, в общем, вещей для некоторой степени даже и смехотворных. Вот борьба с курением. Сейчас, кажется, начнут цензурировать фильмы и вырезать из них сцены, где герои курят. Таким образом девальвируется, на самом деле, важная задача. И вместо того, чтобы действительно помочь людям отказаться от курения, принимается закон, которым будет, скорее всего, смеяться. Вот это да. Вы очень важный вопрос здесь поднимаете. Я хочу здесь даже шире поговорить, чем о автомобильной штрафе. Вообще весь этот пакет огромный по ужесточению. Государство в течение последнего года, в третий путинский срок, государство раздувает щеки. И Дума выходит, раздувая щеки. Говорит, мы сильные. У нас государство, Россия должна быть сильной и единой. Должны все соблюдать закон. Давайте, значит, выдавим иностранных агентов, давайте прижмем к НКО, давайте наших национализируем детей, сирот, давайте правильно говорить по-русски, не показывать, что не надо на телевидении. То есть идет такое возвращение государства по всем направлениям. Но в реальности, мне кажется, что эффективность применения всех этих законов, она очень низка. То есть у нас уже, по-моему, накапливается какой-то временной опыт. Это уже, вот то, что я говорил, полгода некоторым законам, семь месяцев некоторым законам. Я не вижу пока что ни одной закрытой НКО. Ни одной НКО, которая на себя навесила иностранный агент. Ни одного СМИ, которая на себя навесила иностранный агент. То есть, может, я здесь такой, с точки зрения либеральной общественности, крамульный вопрос задам. Но, может быть, собственно, пара уходит в свисток? Отчасти да. И в этом смысле мудрость то ли Салтыкова-Щедрина, то ли Вяземского подтверждается в том числе и этим примером. И для меня, может быть, наиболее характерная иллюстрация того, о чем вы говорите, это бабушки, которые сидят у турникета в метро. И раз в одну-две минуты через турникета кто-нибудь перепрыгивает. Под полонез Агинского. И бабушка при этом свистит. И свою функцию она при этом, в общем, исполнила. Она аккуратно свистит. Человек идет себе дальше, и более-менее ничего не происходит. Возможно, с теми санкциями, о которых вы говорите, происходит что-то очень похожее. Но просто если власть рассматривает свою задачу в том, чтобы навести в обществе порядок, ужесточением контроля над обществом, то, мне кажется, попытка обречена на неудачу. Потому что, ну вот, правительство, так сказать, единственный европеец в России, на самом деле, далеко не так. Исходить из того, что люди, российские граждане, несознательно склонны к нарушениям правил, это, в общем, полагаю, неверно. Хотя бы потому, что, когда они попадают в Европу, они ведут себя вполне цивилизованно, и правила не нарушают, поскольку сознают разумность, справедливость этих правил. И, кроме того, понимают, что будут неотвратимые санкции. Кстати, в том, что касается неотвратимости санкций, есть очень интересное исследование о том, насколько часто нарушали правила парковки дипломаты различных стран, которые были аккредитованы при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Они пользовались дипломатическим иммунитетом и могли нарушать правила безнаказанно. Они выбрасывали парковочные штрафные квитанции. И на этот счет собрана очень интересная статистика. Результаты анализа ее опубликованы. И количество нарушений правил парковки в расчете на одного дипломата очень сильно изменяется с одной стороны к другой. Чемпион, кажется, Кувейт и Египет. Там год 200-300 раз каждый дипломат в среднем нарушал правила. А в некоторых странах нарушений правил не было вовсе. Хотя дипломаты могли это делать безнаказанно. Осмелись предположить какие-нибудь североевропейские? Североевропейские, да, отчасти. Но Россия в этом списке смотрится весьма-весьма пристойно. Там единичные были нарушения правил. То есть российские дипломаты, хотя и могли нарушать правила, при ООН, кредитованные, они этого почти не делали. Но тут, надеюсь, есть какие-то остаточные представления о национальном самоуважении, собственно, что Россия представляет членов Совета безопасности постоянного. Но как бы то ни было, российское общество, безусловно, заслуживает большего доверия, чем ему оказывает власть. И опять-таки эмпирический факт состоит в том, что эффективное государство, эффективные законы возникают в тех случаях, где власть и общество доверяют друг другу. И это доверие поддерживает. Это поддерживается ненаправленно, в частности, и тем, что власть ограничивает себя в попытках контролировать граждан. И люди это ценят, они воспринимают законы как справедливые и гораздо охотнее их соблюдают. Мне кажется, вы здесь сказали, Леонид Васильевич, ключевое слово – доверие. То есть вот эти высокие штрафы – это симптом огромного недоверия. Недоверия власти к собственным народу, к собственной стране и ответного недоверия людей к власти. И вот как бы показатель, высота штрафа – это показатель недоверия. То есть можно просто, наверное, замерять. Да? Да, и особенно остро эта проблема стоит, ну, как бы особенно остро это выглядит все на фоне того, что перед страной, перед государством куча действительно тяжелых проблем, которые необходимо решать, которые являются предметом выживания, я бы даже выразился, выживания страны как единого целого. Да? То есть когда этот взбесившийся принтер порождает кучу законов, которые не принимаются обществом, несвоевременные, бессмысленные, в то же время это девальвирует саму Госдуму как инструмент принятия важных, необходимых решений, которые необходимы для повышения эффективности экономики, там, я не знаю, улучшения государственного управления, спасения жизни и прочее, прочее, прочее. Вот что еще. Ну да, когда после Крымска вместо того, чтобы принимать закон об эффективной системе и оповещении людей в чрезвычайных ситуациях, принимается закон о волонтерах. Да. Да, да, это крайне странный закон. Да, совершенно не с той стороны заходит, а заходит именно со стороны недоверия. Власть боится общества и пытается, так сказать, вот ограничить общество в минимальных его проявлениях. Мне кажется, что попытки начать регулировать волонтерство, они непродуктивны для самой власти, потому что волонтеры подчищают за власть ее недоработки. И в этом смысле ей, мне всякое сомнение, помогают. Я боюсь вообще предположить, что нашу власть как таковое вообще не волнует вопросы эффективности в той степени, в которой они относятся к управлению страной, да. Интересует какая-то символическая эффективность в смысле такого утверждения себя как вертикали, как некой давлеющей силы, а уже насколько от этого эффективнее будет рулиться или не рулиться страна, это, мне кажется, уже... Закон с волонтерами еще, Сергей. Закон с волонтерами. Обратите внимание, государство рассматривает волонтеров как конкурирующую силу. То есть государство не является там партнером с обществом, там, в каких-то вещах части с обществом. Это некая вторая сила, да, которую нужно регулировать, остановить, прочее, прочее, прочее. Вот это удивительная штука. Это конкурент. Это опасность. Давайте еще раз спросим наших слушателей, как вы считаете, спасут ли Россию драконовские штрафы? Нужны ли нам высокие штрафы за различные правонарушения, которые были определены в прошлом году? От автомобильных парковочных при вождении до штрафов различных при регистрации, штрафы за клевету и так далее, и так далее. 65, 10, 99, 6. Нужны ли России высокие штрафы? Эффективны ли высокие штрафы? Ну, а я хочу вот что в заключении нашего эфира спросить нашего гостя, напомню, Леонид Осипович Полищук, заведующий лабораторией прикладного анализа институтов социального капитала Высшей школы экономики. В данной ситуации, в ситуации неэффективности вот этих вот работающих новых законов, насколько, скажем, можно человеку не соблюдать вот такие законы? Вот я знаю, что многие НКО сейчас предполагают вообще не регистрироваться, да, как иностранные агенты. Может быть, государство наше настолько неэффективно, что оно просто как бы отступится в данной ситуации? Или там законы о митингах и так далее? Может быть, все это, так сказать, огромное существо, которое пугает, но реально не способно что-либо сделать? Ну, я не стал бы призывать к нарушению законов, потому что это то, что называется скользкая дорожка. Ну да. В этом случае трудно остановиться. Если люди считают для себя приемлемым нарушать законы, то это может разрушить основы общества. Гораздо продуктивнее, мне кажется, гражданская консолидация, цель, которая состоит в том, чтобы обеспечить все тоже подосчетность государству и заставить, в частности, законодателей принимать те законы, которые в обществе необходимы, которые в обществе востребованы, вместо того, чтобы отвлекаться на более-менее посторонние и иногда мешающие делу вещи. 65, 10, 99,6. Насколько эффективны в России высокие штрафы? Алексей. Да. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел в отношении штрафов поднять вопрос контроля исполнения нарушителями своих обязанностей по оплате штрафов. Конкретный пример могу привести себя. Скажем так, я в начале января прошлого еще года был оштрафован два раза. Значит, один раз это было по камере, второй раз это было инспектором. Ну, действительно, я признаю, то есть, как бы, я нарушил. Вот. Штрафы я оплатил в тот же день. Так. Понимаете, да? Да. Вот. И на данный момент, на данный момент я установил на свой компьютер, ну, есть программа такая, а я попался на андроиде, да? Вот. Она связывается с базой данных. И я уже по прошедшим годам сейчас обнаруживаю, что эти штрафы у меня так до сих пор и висят. Я вынужден возить с собой эти квитанции. И вот в свете, кстати, паспортного режима при выпуске, то есть... На границе не было проблем еще? Ну, пока не было, но... Понимаете, о чем я, да? Да, да. То есть, да, здесь еще... Ну, это все к вопросу о той же неэффективности, да, о неотвратимости наказания и о неэффективности. Действительно, покажите, мы все, так сказать, боимся, покажите мне того, не пущенного за границу человека, которого-то, так сказать, за неуплаченный штраф или, там, неуплаченные налоги за данную квартиру. Я бы даже сказал, что это отвратимость закона. Ну, да, да. Опять-таки, утыкаемся мы в неэффективность нашего государства. Ну, здесь все годно на два типа неэффективности. Во-первых, судя по всему, то, что власти считают, что штрафы неуплачены, пока, слава богу, никаким образом на судьбе вашего слушателя Алексея не отразилось. Да. А с другой стороны, то, что человек оплатил штраф и ходит под этим домоклым мечом, потому что штрафы якобы не оплачены, это признак того, что государство не исполняет свою часть обязанностей в этом соглашении. Естественно. Вы обратно едете, платите штрафы, если нужно, а мы соответствующим образом их регистрируем. Андрей. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел сказать, что, скорее, проблема в том, что нет единой базы по штрафам и вообще по каким-либо госуслугам. Все, что есть, оно разобщено на подразделении, и каждое подразделение ведет свою статистику, и поэтому отчитываться, в принципе, не перед кем. То есть нет единого заказчика всех этих услуг. Ну да, да, согласен, согласен с вами. Здесь тоже такая одна из черт неэффективности. Смотрите, в этом разговоре более-менее спонтанно ваши слушатели уже назвали несколько простых решений, которые практически без всяких затрат могут резко повысить эффективность системы борьбы с дорожными правонарушениями. И то, что эти идеи, которые лежат на поверхности, летают в воздухе, не реализованы, это тоже признак того, что борьба с нарушениями на дорогах, она недостаточно системная, недостаточно целеустремлена и, как следствие, недостаточно эффективна. И еще один звонок примем. Евгения. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотела оппонировать вам по поводу того, что эти штрафы не мешают жизни и выезжать за рубеж. У меня как раз есть близкий знакомый, которому поломали всю деловую поездку в связи с тем, что на границе выяснили, что не уплачен штраф за машину, которую он продал пять лет назад. Штраф или налог? Налог. Прошу прощения. А, налог. Да, налог. Тем не менее, я проверяю перед выездом всегда, висят ли на мне какие-то штрафы. Но по теме вашей беседы хочу напомнить. По-моему, это Салтыков Щедрин сказал, да? Да. Строгость российских законов и скупать только необязательность их исполнения. Ну, собственно, это был лозунг нашей передачи с самого начала. Я прошу прощения, значит, пропустила начало. Тем не менее, я не знаю, обратили ли вы внимание, но когда нам повысили штраф за пересечение пешеходов, не пропуск пешеходов до 500 рублей, явно совершенно люди стали гораздо корректнее. Да, да. Евгения, спасибо. К сожалению, время наше в эфире подходит к концу. Но мне кажется, очень хороший, правильный звонок. И действительно вернули нас к Салтыкову Щедрину. Так что, заканчивая наш эфир, и благодаря моего соведущего Эльмара Муртазаева и гостя Леонида Полищука, я хочу сказать, что давайте стремиться жить в той ситуации, когда у нас будет не строгий, а человечный закон. Но, тем не менее, он будет неукоснительно исполняться. Это была программа «Археология». Доброй ночи и удачи!